Привет-привет, дорогие подписчики и зрители! Всякоразы из Китая я вас приветствую! Сегодня у нас на распаковке будет вот такая вот коробочка с интернет-магазина Gearbest. Ну, по названию вы уже поняли, что здесь должны находиться очень интересные умные часы. И давайте вскроем посылочку, посмотрим. Посылочку мне прислали почтой EMS, поэтому посылка пришла очень быстро. А если заказывать обычной почтой, то посылка в среднем идет, ну, грубо говоря, месяц. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь мы видим вот такую пупырку, пупырка-пупырка и вот такая коробочка. Так, все, больше ничего нету, коробка пустая. И давайте посмотрим на упаковку самих часов. Так, здесь просто одета защитная картонная упаковочка. Ну что, выглядит уже очень круто, ребята, сделано, как будто под кожу. Вот таким образом выглядит сама коробочка, очень элегантная. Ну, давайте откроем. Вот таким образом открывается наша коробочка. Здесь нас сразу встречает инструкция. Инструкция у нас идет на английском и на китайских языках. Отлично, вот сами часики. Нас встречают сами часики вот здесь. Так, имеется вот такая поролоновая подкладочка. Ладно, давайте посмотрим комплектацию, что имеется еще вдобавок к нашим часам. Так, это что у нас? Это зарядное устройство и, скорее всего, просто USB кабель идет. Так, идет USB кабель и еще идет отверточка, маленькая вот такая, смотрите. Идет в комплекте отверточка, тоже что-то на китайском там. И вот такой обыкновенный кабель, USB, microUSB, самый обыкновенный. Так, ну ладенько. Вот сами наши часики. Давайте снимем защитную пленку, которая наклеена уже с завода-производителя. Давайте посмотрим на внешний вид. Ну, дизайн у часов классический. По весу они довольно легенькие. Ремешок выполнен под крокодиловую кожу, вот такую, видите. Есть в золотом цвете, я выбрал в черном цвете. Задняя часть у нас идет коричневая, типа кожа. Ну, понятно, что это все дерматин. Сам корпус часов выполнен из металла, то есть это алюминий. Поэтому часы такие легкие. Имеется отверстие для микрофора. Так, далее больше ничего нет. И имеется раз кнопка, два кнопка и три кнопки. Три кнопки имеются на другой панели. Ну, что же, на задней панели есть решеточка под динамик. Вот здесь находится датчик измерения пульса и контакты для зарядки самих часов. И та отверточка, которая идет в комплекте, видите, здесь имеются четыре шурупчика. Мы потом с вами открутим, посмотрим, что внутри. Итак, последний шурупчик выкручен. Давайте скроем крышечку и посмотрим. Вот таким образом снимается крышечка. Вот что мы видим на обратной панели. Кстати, ребята, крышечка выполнена также из алюминия. Она сделана из металла. И вот что мы видим внутри. То есть, имеется слот под сим-карту. Здесь идет микросим-карта. Вы устанавливаете свою микросим-карту и пользуетесь этими часами своего рода как телефоном. То есть, можно с них звонить, принимать звонки, отправлять смс, принимать смс. В общем, пользоваться как полноценным телефоном. Также, ребята, я заметил, смотрите, идут два проводка. Один, второй. И они уходят в сам ремешок. То есть, здесь находится антенна в самом ремешке часов. То есть, заменить, конечно, ремешок будет, наверное, проблематично, так как антенна встроена в сам ремешок. Порадовало, что отверточка у нас магнитная. То есть, шурупчики примагничиваются к самой отвертке. Не теряется. Это очень удобно. Но, ребятки, я еще заметил, и, в принципе, продавец это говорил, что часы у нас не водонепроницаемые. В них даже нельзя мыть руки. Поэтому, если вы приобретете такие часы, старайтесь держаться от воды подальше в этих часах. Ну что же, в принципе, посмотрели мы на внешний вид. Давайте запустим их. За включение часов отвечает вот эта средняя кнопка. Ну, давайте нажмем ее, поддержим. Опа, загорелся вот такой глобус. Земной шар показывает у нас. Кстати, ребят, название часов. К8 3G. Операционная система у нас стоит. Android 4.4. Процессор MTK6572. Двухъядерный. Каждое ядро по 1 ГГц. Видеоускоритель здесь стоит. Mali 400. Так, вот включился. Пишет, что Low Power слабая зарядка. Но ничего страшного. Окей, окей. Вставьте и потом вставим. Вот. И сразу у нас включился вот такой экран. Power Setting. Что-то пишет мне. Ну, понятно, что у нас слабенькая батареечка. Так, ну, дисплей, конечно, видно сразу, что очень интересный. Производителям заявлено, что здесь находится AMOLED дисплей. Давайте выставим русский язык. Так, где у нас настройки? Вот настройки. Так, звук, дисплей, Power Language. Вот Language. Language. Английский стоит по умолчанию. Ну, я надеюсь, что русский здесь должен быть. Сейчас мы... Так, вот вижу русский. Проскочил немножко. Вот. Так, установили. Язык. Русский по умолчанию. Клавиатура Android. Так, отлично. Ну, и давайте пройдемся по меню. Что у нас имеется в меню? Телефон. Телефон. Эта функция у нас отвечает за набор номера. Также можно заходить в ваши контакты. И все контакты, которые у вас находятся на сим-карте, будут отображаться в ваших часах. То есть, также удобно совершать вызовы и все тому подобное. Так, также имеется SMS с MMS. Но это понятно. И вот контакты имеются. Так, настройки. Здраво. Давайте посмотрим Здраво. Так, частота измерения пульса имеется. Имеется шагомер. Давайте измерим пульс, кстати. Сейчас положим часы на руку. И нажмем частота измерений. Происходит у нас измерение. Интересно, заработает или нет. Но не все часы показывают пульс. Через татуировку, которая у меня на руке, почему-то не показывают некоторые часы. Измерение остановилось. Пожалуйста, используйте устройство правильно. Не знаю, опять у меня не работает. Так, далее у нас имеется часы-помощник, обозначена эта функция. После того, как вы установите приложение и синхронизируете эти часы с вашим смартфоном, здесь у вас будут показываться все ваши SMS, пропущенные, входящие. Также можно просматривать их, читать и все тому подобное. Также будет уведомление о входящих и исходящих вызовах. То есть будет полноценный синхронизатор с вашим телефоном. Далее имеется будильник, имеется погода, барометр, браузер имеется. То есть можно выходить в интернет с этих часов и лазить по просторам интернета, и календарь, и загрузки, диспетчер файлов. Имеется игра даже какая-то, музыка, диктофон. Ну, в общем-то и все. В принципе, все функции необходимы, лишнего нет. Давайте посмотрим по настройкам, что у нас имеется здесь. Звук, давайте посмотрим звук. Громкость у нас сейчас стоит. Вот на всю. Вот громкость звука. Ну, в принципе, не громко, но на руке будет слышно, я больше чем уверен. Так, выбор рингтона. Можно поставить, чтобы звук был с вибрацией или без вибрации. Так, звук уведомлений. Ну, это все понятно. Дальше смотрим. Экран. Давайте по экрану посмотрим. Яркость. Яркость у нас, смотрите, поставлена почти меньше середины. Давайте поставим на всю яркость. Вот. Теперь, конечно же, довольно ярче стало. Так, далее подключать. Это у нас идет всякие разные подключения. То есть, Bluetooth можно подключать, Wi-Fi, точка доступа, GPS имеется. Все как положено. Ну, полностью полноценный Android у нас имеется. Так, энергосбережение, есть язык, восстановление и сброс, управление устройством и о телефоне. Управление устройством. Давайте посмотрим, что это сообщение. Вызовы, батарея, безопасность. Ну что, часы довольно интересные. Дисплей мне очень нравится. Он очень яркий, сочный. В принципе, ничего не тормозит. Все работает довольно плавно, классно. И давайте же, конечно же, посмотрим на сами стиль часов. То есть, для чего эти умные часы в основном-то и нужны. Сейчас мы будем смотреть, какие здесь есть дизайны стиля часов. Ну, есть стандарты, которые стояли сейчас. Далее. Ой, что-то резко перематывается так. Так, есть вот такой. С девушкой, да, электронной внизу. Есть в китайском стиле. Так, это у нас какой-то, прям своего рода барометр получается. Так, есть вот такой вариант. Такой вариант. Ну, давайте просто посмотрим варианты, какие есть циферблатов. Есть вот такой с крупными стрелками, с более мелкими. Белый экран. Есть вот такой, как скелет, скелетон, да, стиль. Имеется вот такие, такие. Ну, ничего себе, большое количество, конечно, тут всяких разнообразных дисплеев. Вот, можно вот такие делать. Тоже довольно симпатично смотрятся. Так, давайте посмотрим, что еще имеется. Так, имеется вот такой вот... Вот, это даже анимированная, смотрите, как симпатично выглядит. Идет снег, да, как раз Новый год скоро. И машет вам рукой снеговичок. В общем, прикольно. Анимированная вот такая заставочка у нас. Так, имеются вот такие, такие. Вот, даже есть экран, показывает у вас шагомер, заряд батареи будет показывать. Есть вот такой с оранжевыми стрелками, есть с синенькими стрелками и все. Ну, большое, большое, конечно, количество выбора стиля часов. То есть, я думаю, каждый найдет для себя что-то интересное. Также свайпом снизу вверх можно открыть вот такое вот меню, где вас показывает заряд батареи, уровень сигнала, и можно подключать Bluetooth, Wi-Fi, и также убирается вниз. Так, сверху у нас ничего. В обратную сторону у нас показывают телефонные уведомления. И вправо у нас открывается музыкальный плеер. Ну что, часы довольно интересные, мне нравятся. Очень симпатичный и аккуратный дизайн. Большое количество выбора циферблата. Плюс еще есть такая фишечка, смотрите, если вы... К примеру, сейчас я одену на руку, примерим их заодно. Посмотрим, как они выглядят на руке. Ну, таким образом они смотрятся на руке. И есть еще вот такая функция. То есть, как вы видите, циферблат не работает у нас, часы не показывают. Если вам необходимо посмотреть время, вам не нужно нажимать никакие из этих кнопок, а просто делайте взмах рукой, вот такой жест, оп, и у вас загорается дисплей, показывает часы. То есть, на коротенькое время загорается часы. То есть, потом берете еще раз, оп, у вас опять загорается, посмотрели время, и все, они выключаются. Очень классная штучка, удобная, и чтобы по 100 раз не тыкать кнопку, есть вот такая очень полезная функция, по моему мнению. Как я и говорил, операционная система, здесь стоит Android 4.4, двухъядерный процессор MTK6572 по 1 ГГц, 400 мали, оперативной памяти здесь 512 мегабайт, и встроена 4 гигабайта. Внешней памяти сюда не вставить, то есть, SD-карточку вы сюда не вставите. Имеется Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi, GSM, 3G, ловит, AMOLED дисплей, размер экрана 1,4 дюйма, и один слот под сим-карту. В общем, часики довольно интересные, достойные, выглядят очень-очень классно, особенно дисплей меня очень порадовал. Ну, в общем-то, и все. Ссылочки на данные часы я оставлю вам под видео. Если кому-то понравились, то, в принципе, приобретайте, не пожалеете, я больше, чем уверен. Часы выглядят очень интересно, красиво, и по функционалу в них находится то, что необходимо, а не то, что обычно напихают полные часы непонятно чего, да, которым не пользуюсь абсолютно. Всякие разные программки бесполезные, занимать место. Здесь же нет, здесь все, что необходимо для человека пользоваться, да, и ничего лишнего. Это мне тоже очень понравилось. На этом сегодняшнюю распаковочку мы завершим. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, быть позитивными по жизни, подписывайтесь на канал «Всякоразный» из Китая, и тогда вы точно не пропустите новые интересные видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...